Девушки отдыхают Но почему он так неожиданно оказался вне игры? Официальная формулировка сборная взяла курс на омоложение Несмотря на значимость игрока, приходит время, и тренер должен понимать и на будущее делать обновления Это неприятно, это иногда не очень, скажем так, лицеприятно Ломанов действительно не молод, ему 36, но в Бенде равных ему не было и нет Внимание, тысячи мячей за карьеру Если бы Пиле играл в хоккей с мячом, его бы звали Ломанов Сергей Сергеевич Не слишком ли радикальные процедуры назначили сборной? Я не мальчик, да, я давно поиграл в сбор И понимаю, что и как Не буду же напрашиваться, да, возьмите меня, главную команду страны А может, все-таки не омоложение, а чистка? Ведь еще в декабре от хоккея отлучили его отца, Сергея Ломанова-старшего Главного тренера ведущего клуба страны дисквалифицируют на два с половиной года за критику федерации А ведь для русского хоккея Сергей Ломанов-старший такая же легенда, как для хоккея с шайбой Вячеслав Петисов Почему-то все молчат, вот холоров мы все, мы такие все дружные Мы все против этого Здесь это, это неправда Это, это не только, это не только неправда, это ложь Но что же на самом деле происходит в самом русском виде спорта? Кто на свете всех сильней? Красноярские листы! Для этих болельщиков шарф не просто роза с эмблемой клуба Это залог выживания на стадионе Как и валенки в клубных цветах Спортбар, специально для любителей русского хоккея Заполнен до и после, но только не во время игры Тот самый случай, когда все на матч Енисей! Енисей! В Красноярске болеть за Енисей и за Ломанова ходят семьями Минус 30 и даже минус 40 по боку мороз Слово «бэнди» здесь не любят, только русский хоккей А вот я подготовилась в этом году, купила себе очень теплую обувь Ватные штаны и две кофты под низом А я уже как-то привык в 40-й сезон хожу 40-й сезон? Да! В 76-го года Сегодня тепло Замерзай! Замерзай! Там чай! Чай? Да, да, конечно, горячий чай Этот чай пьют из пляжек, из рюмок, из пластиковых стаканчиков По старой, еще советской традиции, принято выпивать по 50 граммов крепкого чая После каждого забитого гола Красноярский Енисей играет в неполном составе Не хватает тренера Сергей Ломанов, скажем так, отлучен от команды Но все равно неподалеку Вот за этой дверью с табличкой «высокое напряжение» На противника смотрится высока Да почему? Это нетрудно у нас в телефоне Тем более, что вот, ну, сверху-то лучше видишь Енисей забивает первым, потом еще раз Так что высокое напряжение в бывшей электрощитовой только когда ошибается арбитр Или в поле зрения попадает тренер команды противника Хотя за что конкретно его наказали, неизвестно Официальная формулировка загадочная За многократные, грубые и циничные нарушения, носящие явный умысел на неисполнение регламента всероссийских соревнований А глава федерации хоккея с мячом Борис Скрынник на такие вопросы отвечать сходу отказывается и явно нервничает Почему вдруг у вас такой интерес? У всех не вызывают, у вас вызывают Кто-то проплатил вам деньги, что ли, за то, что вы хотите снимать? Президент усмотрел спортивный заговор там, где только спортивный интерес Который он так и не удовлетворил Конфликта нет Есть решение единогласное с полкома Это для вас я вам просто говорю И мы даже на эту тему возвращаться к этой теме не хотим За опального тренера заступились и губернатор Красноярского края И любитель бенди Сергей Шойгу И болельщики по всей стране От Волги до Енисея Все-таки Сергей Ломанов-старший – живая легенда русского хоккея В 70-е его имя знал каждый мальчишка Пять раз чемпион мира Десять СССР В Красноярске его знают лучше, чем, например, губернатора И тот это прекрасно понимает Это человек, который столько сделал для хоккея с мячом Что, ну, любая федерация должна, ну, свое развитие связывать С поддержкой именно таких людей, преданных спорту, преданных хоккею Людей, которых любят Но федерация сдавать назад не собирается Когда оказалось, что Енисей и без Ломанова выглядят уверенно Решили надавить на руководство клуба, чтобы от дисквалифицированного тренера избавились окончательно Если я вдруг пошел на поводу федерации Получилось бы, что я нарушил это трудовое законодательство Поэтому... А федерация что требует вообще? Федерация требовала уволить Сергея Ивановича Ломанова Глава федерации Борис Скрынник играл в бенде примерно в одно время с Ломановым В 70-е Могли бы поспорить на льду, но клюшки они так и не скрестили Разные лиги Тренерами-соперниками тоже не были Зато работали в одной команде, где и поссорились впервые Я работал в Динамо и был главный тренер сборной Когда он хотел, чтобы состав сборной был другим Я ему сказал, я отвечаю за сборную и будет тот состав, который я назначу Он говорит, ты матом будешь делать то, что я тебе сказал Я говорю, никогда этого не будет И я ему в обратный мат, естественно, еще жестче сказал Тот чемпионат Ломанов со сборной выиграл, а на следующий день его уволили из Динамо Но сегодня тренер не верит, что ему отомстили за конфликт десятилетней давности Скорее причина в новой системе проведения чемпионата С так называемыми спаренными матчами в первом круге Игрокам тяжело играть два дня подряд, зрителям смотреть Главная претензия игроков, тренеров и болельщиков Федерация ни с кем не посоветовалась, когда меняла схему проведения чемпионата Оно и понятно Спортивные функционеры в Москве, а основные участники в Сибири, Архангельске, Хабаровске Всех не объедешь Это могли люди принять те, которые не очень хорошо в хоккее понимают Практически почти никто ведь и не возражал Почему-то все молчат Вот в колорах мы все, мы такие все дружные Мы все против этого хулиганства Мы против этого, то что в нашем хоккее происходит Зрителей на спаренных матчах и правда заметно меньше Но в федерации в этом серьезные проблемы не видят И своим промахом не считают Ну и что? Что теперь делать? Сейчас только лишь может привлечь уже конечный этап система плей-офф И здесь вот как вот это вот все сделать, чтобы было так, как Я не знаю, не хочу даже сравнивать с какими-то зарубежными В Советском Союзе русский хоккей действительно собирал десятки тысяч зрителей Красноярск сегодня собирает 2-3 И дело не в морозе, просто интересные игроки уезжают, а легендарных тренеров дисквалифицируют Зато понятно, именно этим людям на самом деле и нужен русский хоккей Тем, кто приходит на стадион и тем, кто выходит на лед Илья Андреев, Сергей Сорокин и Александр Белоусов, Матч ТВ Накануне нашего эфира появились сообщения, что Министерство спорта Пытается погасить конфликт между Ломановым-старшим и президентом Федерации с Крынником Переговоры засекречены, но в кулуарах уже зашептались о худом мире Предсказать, как сборная России выступит на чемпионате невозможно Извечные соперники, шведы, будут играть в сильнейшем составе